Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи Олег Дудаков, политолог, американист. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните также, пишите в WhatsApp 2306191. Ну и начнем про Америку. Новость о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, стала важной на этой неделе. И в частности, в связи с этим заговорили о репутации Трампа в контексте предвыборной гонки. Как вы оцениваете, насколько существенный ущерб для репутации президента США вот именно это заражение принесло? Я думаю, что эффект будет, конечно, там не такой очевидный, как его отметили. То есть это не будет какой-то ущерб, вот напрямую ущерб, ущерб. Мы пока не знаем, конечно, какая будет реакция общества в целом, но, опять же, многие предрекают то, что Трампа даже, может быть, сейчас несколько рейтинг повысится. Это может произойти из-за такого эффекта сочувствия, эффекта эмпатии. То есть можно посмотреть на, скажем так, динамику рейтингов других мировых лидеров после их заражения. Например, Борис Джонсон, когда он в апреле заразился, в апреле этого года, у него рейтинг подскочил на 18%. Это было временное явление, но буквально на 18% за те 2-3 недели, которые он провел в больнице. У Жейра Бальсонару, президента Бразилии, тоже рейтинг подскочил на 5-7%. Вот сейчас, конечно, для Трампа это было бы наилучшим. Выходом из ситуации, потому что тогда бы, конечно, за месяц до выборов, а нужно понимать, что до выборов в Америке остается буквально 28 дней, а для него, конечно, какой-то рост рейтингов на фоне сочувствия и эмпатии это было бы наилучшее выход из ситуации. Ну и, как бы, понятное дело, что он сам пытается, скажем так, может быть, занизить немножко значимость всей этой истории. То есть он оказался, его отправили в госпиталь на стационарное лечение в пятницу, и, в общем-то, вчера вечером его уже выписали. То есть там 4-5 дней прошло, он говорит о том, что вот я там очень быстро выздоровел, о том, что вот я не боялся коронавируса, и поэтому не нужно никому бояться коронавируса, и там допускать того, чтобы он доминировал в вашей жизни, нужно с ним бороться. И вот, в общем-то, я вот такими рекордными, скажем так, стахановскими темпами справился со своим коронавирусом, и теперь вот готов также помочь Америке справиться со всей этой эпидемией так же быстро, как я вот, значит, справился с ней сам. Поэтому здесь понятно, что два таких месседжа администрация Трампа будет обыгрывать. С одной стороны, сочувствие, с другой стороны, вот такой вот победный лик, что ли, человека, который справился, как Трамп сам говорит, с вирусом с Китаем, с китайским вирусом. То есть это не показало уязвимость президента США? Да, потому что ведь до этого Трамп был не в ковид-диссидентах, но в таких скептиках, скажем, по отношению к коронавирусу, недооценивал, может быть, его. Ну, я бы не стал говорить то, что Трамп являлся прямо вот таким диссидентом или человеком, который недооценивал вирус. Да, то есть это понятно, что есть такой тезис, особенно со стороны демократической, либеральной публики, но нужно понимать, что, тем не менее, администрация Трампа вводила тоже вполне себе и довольно жесткие карантинные меры по Америке. Ну, не напрямую, как бы этим занимались штаты, власти штатов, но, тем не менее, определенный там гайд, определенный там список действий, алгоритм действий все-таки отправлялся из Белого дома. Там Трамп, как мы помним, 31 января объявил о закрытии границ с Китаем, когда даже, на самом деле, там другие страны еще не закрывались. И, например, многие демократы, включая его оппонента на выборах Джо Байдена, называли эту меру ксенофобской. Что нам не нужно закрываться от всего мира. Они тогда говорили о том, что нужно, наоборот, как бы вместе с остальным глобальным человечеством, взявшись за руки, бороться с этой эпидемией. Ну, там прошел месяц, и стало понятно, что без карантинов не обойтись. И тогда уже, конечно, риторика поменялась. Поэтому я бы не стал говорить то, что Трамп является каким-то прям диссидентом. С другой стороны, конечно, у него также есть понимание того, что карантин не может продолжаться вечно. Поэтому он торопил, начал торопить многие штаты с выходом из этого режима самоизоляции, режима карантина. Как раз это где-то в мае, в июне закончилось. И, опять же, многие критикуют Трампа в этом ключе, говорят о том, что это привело к некоторой второй волне заражения, которое продолжается в июле-август и, наверное, сентябрь. Но здесь понятно, что два плохих варианта, из которых нужно что-то одно выбрать. Либо продолжать карантин, и тогда, скажем так, экономика будет совсем аховая, что Трамп, понятное дело, не может допустить в год своего переизбрания, в год, когда он пытается переизбраться на второй срок. Либо второй вариант, соответственно, открыть экономику и надеяться на то, что люди стали несколько разумнее относиться к своей безопасности и, таким образом, могут сами себя предостерегать от того же коронавируса, от этой самой эпидемии. Поэтому здесь мы тоже, кстати говоря, довольно интересная картина. Мы ее тоже наблюдаем и в Европе. То, что, с одной стороны, растет довольно быстро количество зараженных снова. И это как раз называют второй волной эпидемии. Но, с другой стороны, процент смертности падает неуклонно. То есть количество умерших, по-моему, выросло все-таки в абсолютных цифрах за июль-август в целом в Америке. Ну и в Европе, кстати говоря, тоже такая же ситуация наблюдается. На процент смертности он сокращается. Поэтому, опять же, много споров о том, что это может быть другой штамм коронавируса, который менее опасен, менее летален. Или же просто больше тестов проводится, поэтому количество больше выявляется в случае заражения эпидемии. Касательно того, как это повлияет на его имидж все-таки, я думаю, что, конечно, демократы пытаются разыграть историю о том, что Трамп сам как-то относился, может быть, пренебрежительно к мерам безопасности, и поэтому он заразился. Тем не менее, нужно понимать, что на той пресс-конференции, которая, видимо, стала таким моментом, когда много людей заразилось, а там много людей заразилось, кроме Трампа, несколько сенаторов, там Майк Ли, Тилис, трое журналистов, его пресс-секретарь Кейли Макинноне, жена Мелания Трамп, начальник штаба Билл Степьен, глава Республиканского национального комитета, Рона Макденелл, там еще несколько людей, большинство из них носило маски, например, и соблюдал какой-то там режим полной самоизоляции, и там немножко стояли поодаль друг от друга. Трамп, конечно, по традиции он ходит без маски, ему так это просто больше не нравится, но тем не менее, большинство из тех, кто заразились, они были в масках. Поэтому, например, вот как бы это, опять же, там разыгрывать, наверное, у демократов не очень хорошо получится, потому что, ну как бы там другие люди, кто соблюдали те же самые меры предосторожности, они тоже заразились. Поэтому это понятное дело тоже, что такая не стопроцентная панацея. Вот, но, конечно, опять же, на это будут, демократы будут пытаться делать упор, и, в общем-то, Байден и там спикер-поватый представитель Нэнси Пелоси, главная демократка Америки на текущий момент, они, конечно, об этом много и часто говорят. Но если все-таки посмотреть на шансы Трампа на переизбрание, насколько они высокие или, наоборот, невысокие, учитывая, ну, прошедшие дебаты, там, кстати, разное мнение, кто на самом деле выиграл, кто проиграл, и еще интересный нюанс, на который я обратил внимание, что, в общем-то, роль дебатов в Америке телевизионных, она снижается, потому что, если мы вспоминаем, ну как вспоминаем, из истории дебаты Никсона и Кеннеди, когда Кеннеди победил по телевидению Никсон по радио, потому что один просто лучше выглядел, а второй говорил умнее, ну, по телу во время эфира, это имело, ну, если не ключевое, это очень большое значение. Дебаты Трампа и Байдена, как отмечают специалисты, не имеют практически никакого значения. Согласны с этой точкой зрения? Это стереотип такой, да, вот стереотип, основанный на опросах, которые показывают то, что у большинства людей уже сформировалось мнение, и там, по-моему, 23% только американцев готовы, ну, там, не знаю, как-то поменять свою точку зрения, посмотрев эти дебаты, но нужно понимать то, что все эти опросы, они, ну, кроме того, что в целом есть всегда понятно, что некоторая ошибка вопроса, но с другой стороны, как бы, люди не знают, что может повлиять на изменения к точке зрения, пока это не случится. Да, то есть, как бы, если случится что-нибудь серьезное, там, какая-нибудь перепалка, или, там, я не знаю, какой-нибудь из кандидатов проиграет, очевидно, да, на дебаты, то это может изменить, но об этом, как бы, избиратели могут и не думать. Поэтому, когда они отвечают на этот самый опрос, да, здесь некоторая предвзятость есть, потому что они не могут предсказать, что же произойдет в будущем, что может изменить их точку зрения. Вот, но процент, конечно, американцев, кто считает то, что это может произойти, да, он неуколенно сокращается из года в год, что, в принципе, вполне логично. Да, то есть, вы правильно напомнили эти дебаты 60-го года, но это было понятно, что первое событие подобного рода, и, скажем так, очень большое количество избирателей в Америке даже и не видели публично, да, и не знали, как вот они выглядят и, как говорят, кандидат в президенты. Ну, я думаю, что это, в первую очередь, касалось Кеннеди, потому что Никсон тогда уже был по сроку вице-президентом в администрации Зенхауэра, поэтому его, я думаю, что уже многие видели по телевизору, но вот, как бы, Кеннеди, я думаю, что многие не видели. Поэтому это, конечно, сильно повлияло. Вот сейчас, когда, условно говоря, оба кандидата не вылезают с экранов и не вылезают из интернета, то есть везде там и реклама, и телевизионная, и радиореклама, и цифровая реклама в интернете. Сейчас, конечно, да, ну, я думаю, что все, ну, не все, но многие, кто как минимум следят за политикой, они примерно представляют, что будет говорить Трамп, что будет говорить Байден, и примерно, там, суть их перепалки. Вот, но это не означает того, что, как бы, в ходе дебатов не произойдет чего-нибудь такого, правда, форс-мажорного, там, где один кандидат выступит существенно лучше другого, что может тоже повлиять на исход президентской гонки. Ну, то есть, конечно, такое бывает нечасто, а там, там, в 2012 году было, в 2008 году было, в 2016 такого не было на дебатах, поэтому проходили, на самом деле, довольно спокойно. Вот, на этих дебатах, как мы, вы правильно отметили, нету очевидного победителя, то есть, с одной стороны, конечно, Трамп смотрелся энергичнее, чем Байден, но это так бы, это многие и ожидали, что так и произойдет, потому что Байден, как бы, ему так сильно занизили планку, вот, того, как он должен выступить, потому что, ну, там уже и так много разговоров идет о том, что у него там все хуже и хуже с головой, что он хуже и хуже воспринимает реальность, что, как бы, вот, там, давать даже среднее какое-то вот выступление Байдена, где он там не заикается, не там, не запинается, там, более-менее может произнести какие-то там свои пункты программы, вот, это уже, как бы, смотрится хорошо, и Байдену с этим удалось справиться. Трамп, в свою очередь, ну, часто перебивал Байдена, там, несколько раз, там, его загнал в некоторый тупик своими вопросами, вот, но у Трампа, наверное, не нашлось какой-то вот такой вот, там, очень хорошей, может быть, фразы, очень хорошего момента выступления, которым бы он смог вот прямо убить Байдена, к чему, я думаю, что он стремился. Поэтому здесь, конечно, вот именно из-за разницы в ожиданиях и нельзя назвать победителя. Опять же, первые опросы, которые вышли после дебатов, они, ну, довольно противоречивы. То есть я видел, там, два опроса, где Трамп прямо сильно нарастил свою поддержку среди электората, и вот Reuters и Wall Street Journal публиковали два дня назад опросы, где, наоборот, у Трампа просел. То есть, как бы, здесь, ну, скажем так, вот снова опросы расходятся очень сильно во мнениях, и, конечно, я боюсь, что даже, там, как-то понять, да, вот, как это все повлияло на подпрезидентские гонки будет нереально. Вот, заболевание Трампа, на самом деле, оно тоже интересно тем, что теперь, видимо, уже вторых дебатов не состоится, они должны были бы пройти на следующей неделе, в четверг. Но, возможно, стоят все-таки третьи дебаты, если Трамп, правда, вот так быстро вылечится, и у него сейчас пойдут негативные результаты в тестах на коронавирус, и его, там, выпишут из карантина, теперь в Белом доме уже проводят свой, вот, этот самый карантинный режим, вот, если его выпишут из этого карантина, он, наверное, уже на третьи дебаты сможет прийти и поучаствовать, снова, там, поспорить вместе с Байденом. Вот, это уже будет под самый канун выборов, по-моему, 23 октября. Вот, ну, надеемся на то, что, как бы, третьи дебаты все-таки состоятся. Ну, оскорбление кандидатов в этих дебатов, насколько это вообще, ну, важный, такой элемент прошедших дебатов, прошедших дискуссий. Путина или марионетка Путина. Да, как все-таки он сказал, щенок или марионетка, потому что... Ну, Путин с папоч, как бы это можно и так, и так произнести, как вам нравится, да? Ну, наверное, конечно, если более литературно выражаться, это все-таки марионетка, да? Потому что, ну, как бы, папоч, папочи, это вот именно в литературном смысле слова, в книжном смысле слова, это все-таки марионетка, да? И человек, который как раз кукловод, который руководит этой марионеткой. Что касается, ну, оскорблений, Да, наверное, это, конечно, не совсем такая типичная ситуация, особенно на президентских дебатах. Тем не менее, мы помним то, что в 2016 году, например, кандидаты тоже, ну, скажем так, не сдерживались в выражениях. Помним, как Трамп сказал, да, вот это была его одна из таких, ну, прям успешных фраз, которая, я думаю, что войдет в историю вот этих всем, вообще всех американских дебатов, где Хиллари Клинтон сказала, потому что, слава богу, что вот такие люди, как Трамп, не управляют нашей правоохранительной системой. На что Трамп сказал, что если бы я управлял, то вы бы находились в тюрьме, да, я бы вас отправил в тюрьму. То есть, ну, там много было таких, на самом деле, фраз, может быть, не прямых оскорблений, но тем не менее, которые, конечно, сильно ударили по самолюбию обоих кандидатов. Вот сейчас, ну, я думаю, что, конечно, да, вот такой некоторый настрой желчный и злой, да, вот он превалировал на этих дебатах. И тут, конечно, особую роль сыграл в кавычках модератор Крис Уоллес, которого там просто все закритиковали и справа, и слева, из-за того, что он, ну, скажем так, не совсем честно вел эти самые дебаты, то есть, там, очевидно, у него была такая вот предвзятость в отношении Трампа, то есть, он более жесткие вопросы задавал Трампу, там, перебивал чаще Трампа, чем Байдена, вот, ну, и, во-вторых, конечно, вот, просто не мог справиться вот с перепалкой двух кандидатов, да, то есть, не мог их, там, я не знаю, развести по сторонам и, там, спокойно одного вопросами завалить, потом другого вопросами завалить. Вот, в общем, с этой задачей он не справился. Вот, и, конечно, отсюда, да, в том числе и появилась вот эта вот, началась вот эта вся обмена оскорблениями в лице того, что, там, Байден назвал Трампа клоуном, наоборот, да, там, это самый путинский щенок, путинская марионетка, вот, но, да, это нетипично, это нетипично, вот, но я думаю, что, в целом, вот, с учетом того, как реализуется американское общество, американская политика, да, то, вот, мы будем все больше и больше наблюдать, вот, в общем-то, даже таких вот и прямых оскорблений, да, вот, ухода от всего политического этикета, который, там, считался основополагающим для американской политики, может быть, еще, там, 20 или 30 лет назад. Ну, если говорить о роли кабельного телевидения, потому что есть мнение, что как раз Трамп стал президентом благодаря главе Fox News, тогдашнем главе Fox News, Роджер Эйлс, в общем-то, его выдвинул, уговорил его выдвинуться, и Fox News его всячески поддерживал, и, в общем-то, даже были проблемы у Эйлса и Мердека, потому что Мердек наставил на том, чтобы не было такого фаворитизма, это было перед первым сроком. Сейчас роль Fox News, она насколько велика, учитывая, что, кстати, интернет сильно развивается, YouTube-платформа и так далее. Сегодня Fox News может делать человека президентом, скажем так? Ну, как бы Fox News, конечно, там, за годы президентства Трампа закрепил свой статус главного телеканала Америки, то есть там вот его, там, самые популярные передачи, это вот вечернее шоу Токера Карлсона, или вечернее шоу Шоу на Хэннити, например, они там просто бьют все рекорды по просмотрам. Для сравнения, вот у CNN самая популярная передача, это шоу Дона Лимона, у него аудитория примерно 700 тысяч человек, вот его смотрят в моменте, во время этого прямого эфира. На Fox News самые популярные передачи собирают по 4-5 миллионов, то есть разница уже почти десятикратная в сравнении вот с CNN, который, на самом деле, был первым проводником кабельного телевидения новостного. То есть как бы CNN был первым вот новостным кабельным телеканалом, он появился в 80-м году, в то время как Fox News относительно молодой по американским меркам телеканал, он возник только в 96-м году. Но в 2002-м уже стал первым по аудитории, что вполне логично, потому что он единственный крупный консервативный телеканал в Америке, и если там все остальные телеканалы, они вот борются за такой вот пирог, пытаются поделить его пирог либеральной аудитории, то есть там NBC News, CBS, PBS, CNN, MSNBC и так далее. Но Fox News, в принципе, у него-то он один работает с одной большой аудиторией консервативной, поэтому, конечно, у него рейтинги зашкаливают. Тем не менее, я бы не сказал, что вот Fox News является прямо таким 100% про-трамповским. Там, конечно, вот если мы посмотрим по числу колумнистов и по их риторике, да, вот вроде Карлсона, которого я уже упоминал, Шона Хэннити, они, конечно, трамписты. Но я бы сказал, что вот есть новостная часть работы Fox News, которая, ну, на самом деле, такая довольно умеренная и довольно объективная. Вот, и есть вот этот самый commentary, то есть уже обсуждение колумнизм и так далее, публицистика такая. Вот, и она, конечно, уже более про-трамповская. И в целом, я бы не сказал, что вот именно Fox News привел Трампа к победе, мне не очень нравится такая оценка. Вообще, Трамп, как мы помним, опять же, вот весь 16-й год у него, он почти не покупал, например, телевизионные рекламы. У него основной упор был именно на работу в интернете, особенно в Фейсбуке, ну и в Твиттере в том числе, покупка рекламы, продвижение рекламы, то есть цифровая реклама. Вот, вообще, выборы 16-го года во многом – это победа интернета над телевизором, первая в американской истории победа интернета над телевизором. То есть, здесь один кандидат, который выделял как раз огромное внимание работе в интернете, а именно Трамп победил Хилари Клинтон, которая вела такую традиционную предвыборную кампанию для Америки, там, с телевизионной рекламы, с радиорекламой, с полевой работой, со всеми такими вещами, которые обычно и нужны такой традиционной кампании, но при этом проиграла. Вот сейчас категория расклад силы немножко другой, то есть, вот сейчас, например, Трамп сильно обходит Байдена и по цифровой работе, и по полевой работе, то, как Байден очень много денег спускает на телевизионную рекламу, то есть, тут, как бы, немножко, может быть, даже послабее позиции у Байдена, чем были у Хилари Клинтон в 2016 году. Но посмотрим, на самом деле, как это повлияет на исход выборов. А касательно того, насколько, может быть, влияние Fox News в будущем будет развиваться, я думаю, что, конечно, вне зависимости от исхода выборов, Fox News останется самым популярным американским телеканалом, что очевидно, потому что он рос активно и при Обаме, и при Трампе, и я думаю, что если победит Байден, он будет расти активно и при Байдене, по своим рейтингам, по доходам, по аудитории и так далее. Тем не менее, я, как я уже сказал, мне не нравится формулировка, что Fox News сделал Трампа, и я сомневаюсь, что Fox News сделает кого-то из американских президентов, то есть, сделает то, что вот этот человек победит. Вот я думаю, что, конечно, этого не произойдет. Я думаю, что у различных случаев поражения Трампа, например, если мы такую ситуацию возьмем, я думаю, что у разных просто колумнистов Fox News будет как бы своя оценка и свой какой-то фаворит на следующих выборах, на следующих праймерис, там, 24-го года. Да, там, может быть, Шон Хеннити будет кого-то своего поддерживать, там, Такер Карлсон, кого-то своего, ну и так далее, там, по списку, там, Лора Инграм и прочие, все эти публицисты с Fox News. Поэтому я думаю, что, конечно, мнение разделится, и не будет какого-то одного кандидата, которому вот, значит, Fox будет вот прямо поддерживать или помогать его компании. Вот, и на самом деле, даже в 16-м году там же тоже был разброс мнений. Да, вот, например, Шон Хеннити, он поддерживал тогда Круз активно на республиканских праймерис, и Круз, как мы знаем, занял второе место, не выиграл. Вот, поэтому нельзя сказать, что там тоже была какая-то вот такая единогласная, единодушная позиция вот поддерживать только-только Трампа. Ну, если, опять же, взять в качестве некого такого источника информации, понимаешь, что это художественный вымысел, это фильм «Самый громкий голос», сериал, который с Расселом Кроуэм вышел, где он играет как раз Роджера Эйлса, и там рассматривается эта фигура. Вот этот сериал, в котором, кстати, показывают взаимоотношения Трампа и Эйлса, который защищал, кстати, Эйлса Трамп после харассмента и случаев, которые уже были доказаны, он может этот сериал, иметь какое-то значение и для Трампа сегодня, ну, скажем так, связывать его с не самой однозначной фигурой. Вы знаете, я вам скажу по секрету, вообще никто не обсуждает этот сериал, про него все абсолютно забыли, и никакой роли в американском дискурсе он не играет уже давно. То есть там был, может, какой-то всплеск, когда он только вышел, да и то в среде такой, ну, понятно, этот сериал как бы сделан либеральными режиссерами для либеральной аудитории, которая его будет покупать, то есть был вот такой чипичный, ну, очевидный идеологический бизнес для определенной аудитории, которая его и купила. И, честно говоря, я вот, вот вы мне сейчас сказали, я, по-моему, слышу про этот сериал в первый раз, может быть, месяцев за 12. Ну, а может быть поменьше, но очень долго. И, конечно, никакой роли в американском дискурсе он не играет уже давно. Ну, а это все-таки вот съемки подобных сериалов с определенным акцентом на фигуру, скажем там, того или иного персонажа, это все-таки творчество или в этом есть некая идеологическая игра, политическая игра? Такие съемки такие. Нет, ну, как бы вы можете посмотреть сами, ну, я думаю, что вы смотрели этот сериал, вы смотрели наверняка другие фильмы, политизированные, вот недавно выходил фильм, по-моему, Vice про Дика Чейни. Ну, конечно, там как бы идеология прет. То есть понятно, что это очень резко негативные картины о республиканцах, о какой-то консервативной общественности. То есть понятно, что это, ну, как бы идеология, очевидно. Это, понятно, что такой, как я сказал, идеологический бизнес. То есть понятно, что либеральные режиссеры снимают для своей либеральной аудитории, чтобы она это покупала и убеждалась в том, что они там все, не знаю, расисты, шагинисты, мизогины и так далее, женоненавистники и так далее. То есть понятно, что это определенный бизнес, понятно, что связан с идеологией. Ну, очевидно. Если бы там не было бы идеологии, то он был бы снят, конечно, в более объективных тонах. То есть там было бы меньше критики, может быть, с разных сторон бы это рассматривали, но этого я не наблюдаю. Поэтому тут вы сами, я думаю, что ответили на свой вопрос. Но если все-таки затронуть еще тему сериалов, которые не касаются конкретных действующих реальных персонажей, например, тот же «Карточный домик», который некоторое время назад уже закончился, но тем не менее был достаточно популярным, даже очень популярным сериалом. Вообще, вот мы как-то говорили с одним из российских режиссеров, он сказал, что в России снять сериал аналогичный «Карточному домику» сегодня нельзя, потому что ты не можешь рассказывать такие вещи про Кремль. Ну, по крайней мере, на федеральных каналах его точно не покажут. Вот это как влияет на репутацию института президента? Потому что Фрэнк Андервуд, которого играет Кевин Спейси, ну, скажем так, президент очень не самый доброжелательный, мягко скажем. Ну, смотрите, я с этим не совсем согласен, но вот в контексте российского дискурса, то есть я думаю, что, конечно, в России это снимать сложнее, но не из-за какой-то там цензуры, а из-за того, что у нас, ну, вообще проблема в России связана с тем, что у нас вот этой публичной политики мало, и, скажем так, очень много фикции будет в этом фильме, да, потому что мы толком не знаем зачастую, как принимаются решения там на Старой площади, ФСБ, там, в Кремле и так далее. Вот поэтому там будет очень много фикции, и я боюсь, что это будет, конечно, очень далеко от реальности. Хотя некоторые пытаются, вот Сергей Минаевый выходил из сериала, да, довольно неплохой тоже про российскую политику, но он опять же такой вот, то есть он не совсем про власть, а больше там вот про такие околовластные, околопозиционные, медийные круги, потому что они все-таки более-менее публичные, и там понятно, что и как происходит. Вот, а про власть сложно, конечно, говорить, потому что у нас, к сожалению, все они не публичные, но я надеюсь, что, может быть, какие-то подвижки в этом плане начнутся в ближайшие годы или десятилетия. Касательно карточного домика, ну, смотрите, это же не первый раз, скажем так, в американском кинематографе, когда там в таких нелицеприятных тонах показывают, не знаю, станку американской политики. Да, там вот я обожаю шедевральный политический фильм «Американский мистер Смитр Голос в Вашингтон» с Джеймсом Стюартом 1939 года, да, где вот там прямо очень сильно разносится и коррупция, и кумовство, и там полная политическая импотенция политического класса в Вашингтоне. Вот, этот фильм снят и в 1939 году, который там отлично разносит, да, весь политический эстаблишмент американский. Ну, и как бы вот, отличный фильм, до сих пор там его преподают и смотрят на, я думаю, что на разных кафедрах киноискусства. Вот, ну, как бы он, наверное, повлиял в какой-то степени, ну, доставил кого-то из людей задуматься, в том числе о том, что вот, ну, в политике не все честно, не все чисто. Это понятно. Вот, то есть не нужно думать, что карточный домик – это вот что-то такое уникальное, оно появилось сейчас и вот там рассказало людям страшную правду о том, как же все происходит за кулисами Белого дома или Конгресса. Нет, ну, таких картин очень много в американской истории, в американской истории киноискусства там и кино вообще в целом. Вот, и там, например, в 90-е годы выходил вот сериал «Вест Уинк», например, да, там тоже очень много таких довольно опасных моментов показывалось, да, ну, да, он, наверное, был помягче, чем карточный домик, очевидно, помягче. Вот, но и тем не менее там тоже как бы были свои нелеспрятные моменты, и, ну, вот, пошел в эпоху Клинтона, да, и многие там и Регановские тематики поднимались, и Бушевские, Буша-старшего, и Клинтоновские, и это все обсуждалось. Вот, ну, поэтому, как бы, в этом нет ничего нового. Да, то есть это, ну, вот, просто еще один эпизод из попытки снять кино вообще о политике в Америке. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Через интернет. Да, Янис, меня зовут. Можно два вопроса задать? Пожалуйста. Правда ли такой фейк, не фейк, вот, что Байден, ну, нам так преподносят, да я, ну, не могу смотреть CNN или там BBC, так как не знаю английского языка, но, в общем, интересно, американская политика, да. Это моя проблема, что я не знаю. Правда ли вот наши русские там СМИ преподносят то, что Байден очень часто читает субтитры, что он не может там связать двух слов, ну, так вот преподносят. Это первый вопрос, да. Второй вопрос, вы знаете, что у нас, насколько вы знаете хорошо вот Латвию, да, у нас в Латвии был очень сильный финансовый сектор. При таком, скажем, как бы АБЛВ банк, может быть, знаете ли вы его вообще на мировом сообществе, что здесь как бы проходили какие-то как бы деньги. Ну, будем говорить, как все любят говорить, отмывали деньги, да, нелегальные. Вот в Америке есть реально два штата, Орегон и Доловер, да. Это фризона, ну, как бы легальный офшор. Вот на ваш взгляд, почему, вот вопрос. Для нас, для Латвии, это очень сильная была поддержка экономики в Латвии, да. Пускай люди богатые, самые вот этого банка, всего лишь у них там, если я не ошибаюсь, было 340 миллионов. Но в Латвии жило очень много людей за счет вот этого, этих денег. Вот почему Америке можно до сих пор вот как бы эти деньги загонять, а в Латвии у нас это вот закрыли? Да, ну, под давлением Америки, как считается. Ну, да, рекомендации были со стороны Америки. Ну, смотрите, да, вот с первым вопросом здесь, конечно, все довольно просто. Да, извиняюсь, Байден, конечно, часто читает с телесуфлера. Об этом было уже немало скандалов и, не знаю, очень много людей смеются над этим. То есть, там, большинство интервью, в которых участвует Байден, они вот работают следующим образом. С его командой согласовывают вопросы, пулы журналистов, его команда заготавливает ответы и потом устраивает такое шоу. То есть, ставит телесуфлер, он сидит там за столом или где-то стоит, ему задают, типа, вопрос, и он на него отвечает, просто читая по телесуфлеру. Да, и как бы это все очень часто видно, когда он там, я не знаю, вот недавно доставал фотографию свою семейную, чтобы показать, и там вот просто читалось вот этот вот ответ на вопрос, который вот он, ответы на вопросы, которые вот он только что прочел. То есть, было видно отражение этих самых текстов, ответов, которые Байден произносил, и там периодически он даже ошибается. Да, вот некоторые считают то, что это, может быть, некоторые даже троллим своей команды, когда вот он начинает читать ответ на вопрос и даже читает какой-нибудь технический текст. Там, типа, вот ответ номер один, Венесуэла. И вот это даже считают, да, вот такой технический текст. Вот это выглядит довольно забавно. Это, наверное, не связано с тем, что Байден прямо совсем не может отвечать на вопросы, но его, конечно, всячески жалеют и пытаются ему облегчить жизнь. Это, конечно, неэтично с точки зрения журналистики. Это не журналистика на самом деле, да, это по сути пиар. Но, как бы, учитывая то, что у него пол журналистов очень лояльный, такой либеральный, который ему подыгрывает, то, как бы, это все сходит с рук. Но это, конечно, жутко неэтично, и если бы, допустим, Трамп бы такое делал, то, ну, там, я не знаю, скандал был бы вот до стратосферы, я думаю, и крики, и всякое такое. Вот, но Байдену можно. Вот, тем не менее, это не означает то, что, конечно, он прямо не может совсем ни на что отвечать. И как раз в дебатах, которые прошли, показали то, что вот, да, наверное, у него уже возрастные проблемы имеются. Да, у него, видимо, уже там немножко по рассуду угасает, но, тем не менее, он отвечает на вопросы ведущего, как минимум на некоторые вопросы, да. То есть он может что-то сказать, что-то там заучить, запомнить их сказать, и в целом все-таки там, ну, до какой-то степени держать себя на публике может. Конечно, хотя в целом, да, безусловно, ну, мы понимаем то, что человек уже в таком состоянии, когда ему нужно, ну, отдыхать где-нибудь, да, на курорте, и не идти в политику, и точно не идти в президента. Да, потому что очевидно, что если он там победит на выборах, то через год у него будет все еще хуже, через два года, возможно, он уже будет совсем никакой. И за него все будет, все решения будут принимать его компетент министров, там, в лице вице-президента Камала Харрис и всех остальных. Ну, то есть, как бы такой вот вариант американского Черненко, который, вот, не приходя в сознание, будет, типа, управлять страной. То есть это, конечно, все не очень круто, вот, но, как бы, вот, ну, так получилось. То есть вот такой выбор был у демократов на их праймерис. Кстати, на второго вопроса, ну, честно говоря, я не знаю, что там у вас в Латвии происходит, я совсем за этим не слежу и не наблюдаю. Ну, Орегон и Далавер, да, два штата, где, ну, их называют формально офшорными, хотя, на самом деле, там законодательство довольно строгое в сравнении с реальными офшорами, вроде, допустим, Латвии, каких-нибудь там британских, тургинских островов, но, там, для, может быть, других, в сравнении с другими американскими штатами, они, ну, да, относительно офшорные. То есть там они, там, больше конфиденциальности данных, меньше налоги на все такие финансовые транзакции, и, ну, в целом, такая, так, довольно лояльное отношение к тем, кто хранит там деньги. Вот, но, на самом деле, как бы, реальные деньги в Америке там тоже не хранятся. То есть реальные деньги тоже выводятся куда-нибудь, там, на Кайманово острова, на британские, виргинские острова и так далее. То есть, как бы, офшоры, в кавычках, американские, и совсем не то, что офшоры, например, там, латышские, например. Ну, насколько, на ваш взгляд, США влиятельна в отношении маленьких стран, в частности, вот, если мы говорим про постсоветские страны и страны Балтии? Я понимаю, что вы не эксперт по странам Балтии, но все-таки. Ну, я думаю, что, конечно, ну, я думаю, что влиятельна, потому что все-таки страны являются членами НАТО, да, и постоянно проводят какие-то военные учения стороны других стран, чем НАТО. И я думаю, что, конечно, если мы возьмем какую-нибудь военную стратегию США на ближайшие 2-3 года, то там везде, вот, при Балтии указывается, как такой вот важный рубеж, вот, как они считают, противодействие России. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, наверное, уровень воздействия на принятие политических решений в Латвии довольно высокий. Хотя, опять же, да, как вы сказали, я не эксперт, я там не разбираюсь вот в вашей внутри латышской политике, поэтому не могу сказать, не могу назвать какие-то конкретные, может быть, примеры того, когда вот там по диктовке американцев какие-нибудь решения принимались. Но я думаю, что это, наверное, происходило. Если говорить о финансовом влиянии, то, если посмотреть на кандидатов, Джо Байден, Дональд Трамп, кто из них наиболее финансово влиятельен, кто из них богаче, если говорить простым языком? Ну, нет, конечно, Трамп богаче, потому что Трамп является все-таки миллиардером. Хотя, ну, мы не знаем точно, сколько денег у него осталось за эти тридцатые годы президентства, потому что, ну, Трамп вообще первый американский президент со времен Герберта Бувера в 20-х годах, который беднеет только на посту президента, а не богатеет. Потому что, если мы, например, возьмем там Обаму, Обама стал там мультимиллионером за эти годы, там, насобирал денег там на выпуске своих книг, там, на поставить турне, то есть он дает лекции. Каждая лекция Обамы обходится 400 тысяч долларов, он платит 400 тысяч, например, чтобы там где-нибудь выступить в университете, там, я не знаю, в каком-нибудь фонде и так далее. Вот, то есть, ну, на этом он хороший бизнес построил и там заработал там свои 30-50 миллионов вот за годы президентства. Вот, Трамп деньги только теряет, потому что ему, ну, там, распродают его партнеры все бизнесы, которые у них совместны. Вот, и если на момент, по-моему, президентства Трампа у него было в районе 5 миллиардов долларов, то теперь, ну, видимо, 2-2,5 миллиарда в активах. На практике, я думаю, что сильно меньше, конечно. У Байдена, примерно, ну, уровень его богатства, я думаю, что оценивается в десятки миллионов долларов официально. Вот, потому что, конечно, может быть, там тоже много вещей неофициальных, потому что мы уже знаем, там, неоднократно появляются вот эти вот истории о новых офшорах, которые как-то афилированы с Байденом, через которые там отмывались деньги, кстати говоря, восточноевропейские, в том числе из Украины, из Казахстана. Мы теперь знаем про эти 3,5 миллиона долларов, которые перевела Елена Батурина к Хантеру Байдену, сыну Байдена, извиняюсь, да, и там те 4 миллиона долларов, которые он заработал в Буризмах Одинс, пока работал на Украине примерно год. Да, то есть я думаю, что там, по факту, конечно, у Байдена больше денег, чем он официально декларирует, но официально там, ну, пара-тройка десятков миллионов долларов. То есть, конечно, денег гораздо меньше, чем там, ну, формально у Трампа. У нас еще звонок, здравствуйте, как позову вас? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот в Америке, значит, приходят к власти люди, у которых, как вы сказали, довольно слабо с рассудком, и эти люди собираются руководить ядерной державой. Это просто катастрофа. Да, вопрос задавайте, чтобы гость мог ответить. Кто реально стоит за спиной, кто реально будет руководить Америкой и стоит за спиной Байдена и Трампа? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, конечно, я согласен с тем, что вот проблема такой вот геронтократии в Америке, она сильна. Это не только касается Трампа, которому 74 года, или Байдена, которому 77 и будет скоро 78 лет. То есть, мы посмотрим, например, сейчас лидер большинства в Сенате, то есть тот человек, который, по сути, возглавляет Сенат, Митч Макконнелл, ему 80 лет. Даже 82 года уже, кстати говоря. Спикеру Павата представителей Нэнси Пелось ей 80 лет, а лидеру большинства Павата представителей это Стани Хойер, извиняюсь. Ему 79 лет. Ну, то есть, как бы, в общем-то, если мы посмотрим такую вот иерархию, государственную иерархию американской официальной, там вот прям сполошная геронтократия. Там временный президент Сената, Чага Грасс, ему тоже за 80. Ну, в общем, все люди как бы очень и очень возрастные. Вот это, конечно, да, большая проблема, но это проблема эпоколенческая, и тут, конечно, играет роль много факторов, один из которых в том, что просто возрастные люди в Америке активнее голосуют. То есть, в целом, на американских выборах нужно понимать то, что у них явка обычно довольно низкая, и молодежь на них голосует. А голосуют люди возрастные, и они обычно голосуют за людей, ну, как бы, которых они понимают, то есть своего поколения или старше. Вот, поэтому, ну, возрастные люди выбирают возрастных политиков. Вот, и, конечно, это проявлялось, например, очень сильно на последних праймере демократов, где, там, главным выбором, может быть, такой либеральной молодежи был Берни Сандерс, тоже, кстати говоря, человек довольно возрастной. Вот, но его прокатили, потому что, ну, мало молодежи пришло голосовать на тех праймерис. Вот, а пришли люди в возрасте, там, за 50, за 60, и они выбрали Джо Байдена. И, конечно, да, большая проблема, а с другой стороны, все-таки, я бы не стал сравнивать, вот, понятно, что, как бы, один человек в 70 лет и другой человек в 70 лет, да, то есть они могут быть абсолютно разными. Значит, у одного там может быть ясное сознание, он там может быстро принимать решения, а у другого уже все не очень хорошо. И, например, вот Трамп, да, вот, да, ему 74 года, но он прямо там энергично, то есть вот у него такой график, который, я думаю, что не все молодые могут вынести. Вот, он сейчас проводит по 6 ралли в неделю, ну, проводил, пока не заразился. То есть он просто вот реально мотается по всей стране, проводит эти многотысячные митинги весь день, потом вечером, поздно вечером, раздает по 2-3 интервью, потом он 4-5 часов спит, и новый день такой же. То есть у него там просто, ну, дикие графики, он справляется. Хотя, да, ему 74 года, он любит там плохую, это фастфуд, джанкфуд, плохую еду, у него проблемы с ожирением, тем не менее, вот, у него хватает энергии вот так мотаться. Вот, Байден, с другой стороны, конечно, у него все, правда, не очень хорошо. То есть сейчас, опять же, многие над этим смеются в Америке, потому что вот он, например, ну, по сути, вот весь сентябрь у него как шла предвыборная кампания. Рано утром, в 8 утра он вставал, у него был созвон из дома со сторонниками, активистами и сотрудниками его штаба. В 9.30 созвон заканчивался по зуму, и он отправлялся дальше отдыхать. И все, больше никаких мероприятий у него не было. И, по-моему, там 4 недели вот подряд Байден вообще никуда даже не ездил из своего дома. Один раз только съездил в Вашингтон на похороны Рут Гинсбург, судей Верховного Суда, которая вот недавно скончалась, вот, и потом, ну, собственно говоря, снова вернулся к себе, вот, Долавер и снова отдыхает. Вот, и, по-моему, сейчас у него запланирован тур первый за полтора месяца во Флориду, и потом снова вернется домой. Вот, при том, что Трамп там и успел за это время там и всю страну объездить, и успел заразиться, и успел вылечиться, и успел там сделать этот победный круг вокруг госпиталя на машине, и теперь в билом доме сидит. Даже вот, учитывая болезнь, он чаще появляется на публике, чем Байден. Вот, но у Байдена, конечно, да, это проблема. В случае победы Байдена де-факто руководить Америкой будет его вице-президент Камала Харрис, которая, ну, относительно молодой политикой, ей, там, 50 лет, которая, ну, по сути, вот метит как раз такую серого, на должность серого кардинала де-факто президента американского, пока вот Байден будет где-то просто отдыхать там и у себя в резиденции и ничего не принимать. То есть Камала Харрис будет, в общем-то, де-факто управлять Америкой. Вот, ну и потом, опять же, в этом случае, в 2024 году как раз Харрис и пойдет на выборы, а Байден спокойненько уйдет в отставку и не будет сражаться за переизбрание на второй срок. У Трампа же он, как бы, достаточно активен и достаточно бодр, чтобы, на самом деле, принимать его решение сам. Да, то есть, как бы, да, у него там в команде есть люди, там, более влиятельные, менее влиятельные. Там есть Майк Помпео, госсекретарь, которого считают старым человеком де-факто в администрации. Есть Стивен Мнучин, которого тоже есть доступ к телу президента, и который, наверное, многие экономические вопросы решает за Трампа, но все-таки это все его подчиненные. Да, и он, как бы, как, ну, может быть, бизнесмен, очень любит их тасовать. То есть, постоянно увольнять кого-то, назначать кого-то. То есть, у него там уже куча людей поменялась в администрации. Вот, поэтому тут, конечно, скажем так, Америку управляет вот Трамп. Больше никто. Вот, Трамп, ну, и, может быть, в меньшей степени спикер-палат представителей на НСПЛОС. Вот, если победит Байден, то Америкой будет управлять Камала Харрис. Еще есть у нас звонок, слушаем вас. Так, сорвался звонок, напомню. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Алло, алло, здравствуйте. Да. Давайте вопрос. Вот, я, Михаил, меня зовут. У меня такой, ну, простой вопрос. У вас не посвящает дежавюл в аналогии с СССР? Там тоже все, один старик другого менял. И в конечном итоге пришлось, все пришло к тому, что все развалилось. Мне кажется, что США ждет та же участь, как и любую другую империю. Спасибо. Да, спасибо. Но вот буквально минута у нас остается до конца эфира. Да. Так что так, емко. Ну, как вы понимаете, да, вот, там, советский руководитель в 70 лет и американский руководитель в 70 лет – две разные вещи. Да, то есть советский, ну, как бы, там, Черненко, мы помним, как не приходя в сознание, управлял страной, да. Трамп свои 70 лет, вот, как я сказал, мотается по всей Америке, там, активнее многих молодых. Поэтому здесь, конечно, я думаю, что возрастной фактор, он один из, и не нужно напрямую сравнивать, там, не знаю, уровень жизни, продолжительность жизни даже советского руководства, не говоря про простое наседение Советского Союза, да, с Америкой. Что в Америке, конечно, люди в возрасте, они гораздо активнее и гораздо здоровее, чем вот были в свое время советские граждане. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Политолог, американист Малик Дудаков был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо.